Привет, как вас зовут? Алексей. Саш. Тема нашей сегодняшней программы – запреты. Что вас запрещают в этой жизни делать? Курить. Пить. Ну и как, вы курите и пьете? Ну, нет, сейчас нет. Только пьем. Слушай, что ты пьешь? Пиво. А ты? Ну, тоже пиво. То есть вам запрещают пить пиво? Ну, нет вообще. А что запрещают? Водку? Да. Ну и как? Приходилось нарушать этот запрет? Ну так, один раз было, два раза. Понравилось? Нет. А ты спортом не занимаешься? Занимаюсь. Чем? На скейте катаюсь. Какие-нибудь экстремальные у тебя были ситуации? Были. Подтяни? Да, что это было? Ну, я катался в рампе, пытался встать на ноу-слайд и упал вниз головой. И чем это закончилось? Чем закончилось? Ну, встал, дальше пошел. Слушай. Синяки, ушибы были, много вообще всего. Ну, а голова-то не пострадала? Да нет, нормально. У тебя крепкая голова, можем позавидовать. А ты как? Со спортом дружишь? Да. И чем занимаешься? Тоже на скейтбординге занимаюсь. И тоже падал? Конечно. А вам пытаются запретить кататься на скейтах? Нет, моя мама, наоборот, да. Почему? Ну, потому что лучше всего, наверное, кататься, чем увлекаться наркотиками. Никто не говорил, что катайтесь аккуратненько по пенсионерски, по дорожкам, нечего лезть. Только пенсионеры говорили. Катайтесь, какая-нибудь бабулька подходит? Ну, да, она говорит, мы катаемся, например, по бордюровым программам. Она говорит, зачем вы ломаете их, как бы, ну, не надо этого делать. А приходишь им-то ломать? Бордюры. А, доски ломали? Последняя моя доска сломалась за два с половиной часа. А, скажи, но есть такие вещи, которые бы ты сам запретил? Что тебе мешает жить сюда? Скинхеды. Скинхеды? Да. Говорят, они просто бьют тех, кто там ходит в широких штанах или ездит на скейтах. Да, они как бы считают, что это все пошло от негров в широкие штаны. У вас доходит до драк с ними? Да. Но чаще всего мы убегаем. У вас есть настоящие друзья? Кто они? Передайте им какой-нибудь музыкальный клип. Я хочу передать привет Диме Куану. Ты твой настоящий друг? Да. И хочу заказать клип оффспринг. А родным учителям нет таких? Нету, не имеется. Диме Куану. Я хочу заказать клип оффспринг. Диме Куану. Я хочу заказать клип оффспринг. Город Некст объявляет конкурс под названием «Уличный стрингер». Присылай нам свое видео об уличном экстриме. Лучшие сюжеты мы покажем в эфире, а самые лучшие наградим. Мы еще не объявили конкурс. А у нас уже есть первый победитель. Это Паша на своем BMX. И мы вручаем ему кассету с нашей первой записью. Паша на своем BMX. Настоящий мужчина и даже не пытайся понять рэп. Если ты слаб. Когда микрофон я в руку взял, а брал. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По поводу своей внешности, ты уже сталкивался с непонимаемым окружающим? Тебе говорили, что нельзя так одеваться, так выглядеть. Пытались тебе делать серую мышь? Ну, в школе у нас вообще форма введена, но на то она и введена, чтобы без нее ходить. У тебя есть дома компьютер? Есть. А интернет? Ну, тоже. Ты знаешь, вот есть такие сайты, куда нельзя лезть. Если мне их запрещают, то я на них все равно полезу. Ну, так как нигде не написано, куда нельзя лезть, то... Есть какие-то вещи, которые ты сам запретил делать? Вот мы против расизма на арху. Если бы вы президенту... Первый указ изобретит. Я бы националистскую партию распустил просто. Потому что очень много проблем. Вот давить еще в понедельник. У меня последнее сотрясение случилось, опять же, из-за этих ребят. Мне понравилась твою внешнюю жизнь. То, что ты со скейтом, взрослые как-то помогают или проходят мимо? Ну, у нас проходят мимо. У тебя есть друзья? Передай им какой-нибудь привет и закажи музыкальный клип. Привет всем, кто меня знает. Клип будет каста на порядок выше. Отлично. Не помни, есть вещи на порядок выше. Эй, братка, постой. Куда спешишь? Присядь со мной. Расскажи, как жизнь? Ты че такой худой стал? Курить будешь? Не куришь? Красавец. Какой раз уже бросаешь? Ты смотри, не узнал сразу. Значит, я богатым буду. Сто лет тебя не видел. Рассказывай, откуда ты? Куда спешишь? Аж запыхался. Скажи, может, с кем из наших старых виделся? Как там кто? Все живы, здоровы. Слава богу. Да я-то что, не спрашивай. Всего понемногу. Такая жизнь. В основном пинаю. Сам знаешь. Слушай, че хотел спросить? Пацаны твои сказали. Уезжаешь за границу жить. Это правда? Да ты че? А когда? Послезавтра? Ну даешь, старик мог бы и позвонить. А че, так надо ж проводить. И стало быть навсегда. Едешь безвозвратно. Ты хоть скажи, куда? О, тогда понятно. Да ну не зарекайся. Еще вернешься обратно. Я и сам на дыр затер шкуру иммигранта. Тебя ж я знаю как брата. А здесь не сладко. Без базара твоя правда. Что хочешь, то зато есть. Хочешь крепко спать. Тогда, ты думаешь, давно надо было рвать. Да только видел я тебе рожек. Ты там засохнешь. А заглянешь вовнутрь. От тоски сдохнешь. Там пусто. А ты братан русский. Тебе это важно. А остальное вкуснях. Пойми, здесь исповедь истого. Истренность истина. Душа на рассвете, как капля водки чистая. А там ты будешь живым среди зомби. Не знай, как в солнечном городе. Зато узнаешь цену золота. Улыбки русской девочки. Сравнишь ее с... Но хотя мы сами выглядим экстремально и ненавидим запреты, есть вещи, которых мы никогда не делаем. Мы не предаем друзей. Не обижаем слабых. Не преследуем тех, кто не похож на нас. Мы против расизма. И еще мы любим жить. Поэтому никогда не принимаем наркотики. И тебе не советуем. Прощаться не будем. Продолжение следует...